Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Это будет наш второй видеоролик. И сейчас мы с вами едем с пляжа, который у нас называется Лазаревский. Мы сейчас едем с вами в поселок, который называется у нас Головинка. И едем мы в жилой комплекс Тюльпановка, как вы догадались. Я думаю, сегодня мы с вами побываем в том месте, где у нас растет то самое Тюльпановое дерево. И здесь меня бесит, что все так вдоль дороги стоят. И я должен брать и нарушать правила дорожного движения. Ну, бред. Это, конечно, бред, ребят. Здесь мы уступаем дорогу, едем с вами дальше. Ну, по сути, здесь получается, либо машины должны стоять на тротуаре, либо должны стоять у нас с нарушением ПДД. Потому что здесь у нас везде сплошная линия. Поэтому здесь есть бич у нас. Такой бич тех районов, который у нас называется Черноморским побережьем. Еще раз повторюсь, мы находимся с вами в поселке Лазаревское. И сейчас с этого поселочка мы поедем с вами в сторону Сочи. Сегодня я делаю обзор. Обзор объектов по ФЗ-214. Те объекты, которые строятся, которые можно купить у нас в ипотеку. Те объекты, которые можно у нас регистрировать непосредственно в договоре долевого участия. Поэтому сразу вам говорю, сейчас мы с вами проедем. И я все для вас сниму, все для вас продемонстрирую. У нас заснул водитель. Здесь мы едем по главной дороге. И вот тут мы сейчас с вами поворачиваем, ребят, направо. Все. В принципе, Лазаревское это у нас хорошая ровная поверхность. Есть деревья, да, в том числе и зимой вечно растущие. И вот я сейчас чувствую одним местом, что меня остановят гаечники. Потому что я еду у нас без номеров. Ну, не знаю, почему-то он не останавливает. Наверное, стесняется. Не знаю, сейчас они смотрят в заднюю сторону. Но не остановили. Странно. В общем, пока мы еще машину на учет не поставили. Здесь мы с вами видим на горизонте красивые деревья. Сразу говорю, сегодня у нас погода пасмурная. Но все равно даже в пасмурной погоде у нас очень все красиво. Ну, реально. Сегодня у нас 7 марта. Кстати, девушки с наступающим вас праздником. И я думаю, что сейчас быстренько объедем. Потому что у нас многие очень медленно здесь едут. И мы с вами двигаемся в сторону, конечно же, в сторону Сочи. Хотя мы сейчас, по сути, находимся в районе, который называется Большой Сочи. Если вы будете, например, набирать у нас Сочи у себя в телефоне, у нас Сочи будет с маленькой буквой будет у вас набираться. Если же вы наберете Большой Сочи, то слово Большой и Сочи у вас сразу же в телефоне появится с большой буквы, да, заглавный. Поэтому давайте с вами все-таки проедемся, посмотрим. Сразу говорю, здесь у нас Лазаревская. Это, наверное, первый такой хороший населенный пункт в районе Большой Сочи, где уже можно просто останавливаться и реально вы получите удовольствие. Есть и аквапарк, есть и простой обычный парк, есть скверы, есть у нас очень много санаториев, есть надземные пешеходные переходы, поэтому в Лазаревском у нас отсутствуют пробки. В общем, все как положено. Извиняюсь за качество картинки, она у меня немножко подтряхивает. Сразу говорю, подвеска у нас на RAV4 гораздо жестче, чем на Qashqai, поэтому смотреть у нас картинку не всегда комфортно. Ну, я думаю, в тесноте да не в обиде, немножко трясется, ничего плохого нету. Я думаю, вы сможете это все пережить. Ну и, соответственно, да, здесь у нас есть пешеходные переходы, есть у нас столовые. С правой стороны у нас идет железная дорога. И в целом Лазаревское, знаете, раньше у меня представление Лазаревское было такой маленький, такой колхоз. А сейчас я посмотрел, уже могу сравнить, что это город. Я думаю, даже что он побольше, чем у нас тот же самый Адлер. Ну, реально, Лазаревское очень большое. Я там как посмотрел, просто обалдел. Дальше мы с вами едем, да, дорога относительно комфортная. Сразу говорю, будем ехать мы с вами по правилам дорожного движения. Не будем мы через сплошную никого обгонять. И здесь мы с вами еще видим в населенном пункте. Поэтому, соответственно, скоростной режим у нас должен быть 60 км в час. Все, вот здесь у нас Лазаревское закончилось. Здесь мы можем с вами уже взять и нажать тапку в пол и въехать в газель. Потому что все-таки серпантин. Это у нас не экстремальная трасса, да, а это у нас горная дорога. Вот здесь вы, наверное, видели, как сейчас через сплошную линию у нас переехал. Тут же у нас выехал в лоб у нас Нива. В общем, сразу говорю, те, кто у нас приезжает из-за города, да, из других городов. Здесь, конечно, посмотрите, если людей, которые нарушают правила дорожного движения. Тут, ну, каждый, каждый второй, прямо строго, 100%. Сейчас мы с вами это все посмотрим. Извиняюсь, еще до сих пор не выздоровел. Температура за бортом у нас плюс 16 градусов. Но напрягает то, что у нас нету солнышка. В целом, с серпантином у нас я уже привык. Для меня по серпантину ехать комфортно. Мне серпантин, я бы не сказал, что меня там сильно раздражал. Меня больше раздражает сзади девятка, которая прижимается очень сильно, как и моя задница. И у которой не включены световые приборы. Это меня раздражает гораздо больше. А в целом, здесь едешься спокойно, катишься, катишься. Главное, соблюдать дистанцию. Ну, и самое главное, смотреть, чтобы никто из второстепенной дороги на тебя взял и не вылетел. Вот грузовая машина. Мы сейчас едем с вами вне города. Есть у нас еще машинка. И они все у нас едут без включенных свет фар. Поэтому иногда, когда у нас темнеет, либо в условиях недостаточной видимости, тяжело. Просто я уже привык, например, ну, в Оренбургской области, наверное, гаишники самые жестокие, которые готовы придраться у нас за любой, так скажем, за любое нарушение. Поэтому у нас в Оренбургской области все передвигаются с включенным светом фар. Вы не увидите такого, чтобы там забыл включить свет фар, да. У нас всегда есть штрафы, ну и тому подобное. В общем, вот примерно как-то так. Сейчас мы с вами продолжаем. Двигаемся. Едем с вами дальше. Ну и в целом дорога, ну, относительно комфортная. Я бы не сказал, что там прямо она меня раздражает. Нет, не раздражает. Нормальная дорога. Есть у нас по дороге автомастерские, которые называются у дяди Ашота, у дяди Савгена и так далее. Ну и, конечно же, конечно, здесь мы с левой стороны проехали, хотел сказать, хорошее место для того, чтобы можно было построить дом. А там, зарядка, а с кладбища. Нет, плохое место. Поэтому сейчас мы с вами доберемся до головинки. Посмотрим, сколько по времени ехать от пляжа. Потому что, к примеру, если вы у нас купите квартиру в жилом комплексе, который называется у нас Тульпановка, вам придется развлекаться либо в Сочи, либо в Лазаревском. И мы сейчас с вами возьмем и спокойно засекем по времени, сколько, например, ехать у нас до санатория. Сколько у нас ехать. Еще до чего-нибудь. Ой, какая мадам стоит. Ё-моё. Жесть просто. Королева дорог. Сто процентов. Все, ладно. Она такая вся расписная. Такое ощущение, как будто я подумал, что это Тимати стоит. Все, вся в наколках, вся еще в чем-то. Нет, даже не Тимати. Какой там, фейс, да, фейс. Потому что Тимати у меня, как бы, я уважительно к нему отношусь. Как бы нормальный, за спорт. Даже ни разу не видел ни в одном видеоролике, чтобы на кальян курил. Прям красавец, молодец. И как мне тоже, я смотрел его, отзывы его друзей, да, он еще у нас даже не курит. Не курит, да, не пьет и занимается спортом. В общем, образец для подражания. Сейчас мы с вами немножечко проедем еще дальше, да. Чуть-чуть кто-то нас сигналил, непонятно зачем, непонятно для чего. Здесь, конечно, понимаю, что вам не хочется наблюдать за Газелью. Хочется наблюдать все-таки за тем, чтобы у нас какая-то там красота была. Ну, у нас тоже пока еще ранняя весна, поэтому здесь, на гористой местности, у нас пока еще зеленых деревьев все меньше, меньше и меньше. Но могу сказать, что если вы будете ехать через два месяца, вы просто получите просто неописуемое удовольствие, сто процентов. И здесь я все-таки вам рекомендую брать и все-таки на машине проехаться можно. Взять, не спеша, не торопясь, преодолеть серпантин с Джубки до Сочи примерно за 4 часа. И, ну, реально, можно от дороги получить удовольствие. При условии, если вдруг все, не будут уходить условия. Здесь у нас, мы с вами проезжаем, да, продаются здесь у нас участки. Ну, вот, как таковое, получается, здесь у нас участки не такие дешевые, как хотелось бы. Все равно здесь участки у нас дорогие. Извиняюсь, да, дорогие. И ориентир у нас идет на 500-700 тысяч рублей за сотку. Внимание, водитель технохода пропустили у нас людей. Вот здесь он должен был съехать, но никто нас не пропускает, как вы догадались. Ну, и вот здесь мы с вами... Вот так у нас даже на повороте даже срезают, да, приезжая через сплошную линию. В общем, в любом случае, серпантину мне нравится ехать. Я получаю удовольствие, но нужно ехать очень-очень аккуратно, потому что, еще раз повторюсь, у нас очень много написано пожеланий, да, водитель, там, тихохода уступи у нас дорогу автомобилям. Но, видите, автобус едет и особо никому наступать не хочет, потому что, ну, не знаю, очень-очень тихо едет, тихо передвигается. Поэтому здесь вы сразу, в принципе, автоматически относитесь к тем людям, которые у нас... В общем, если посмотреть, то скорость будет такая же, как и на автобусе, ни больше, ни меньше. Здесь у нас появляется зеленая травка, как сказал Бугов. Ну и здесь, как вы видите, да, скорость у нас редко можно превысить до 60 км в час. У нас основная скорость это 40-50, не больше. Тоже, наверное, замечаете, да, что у нас большинство машин проезжает без включенных световых приборов. Извиняюсь за нарушение. Ну, начал депрерывистые и зашел тоже депрерывистые. Потому что с «Газелью» очень тяжело у нас ехать, тяжело у нас идет. По идее, говорю, такие машины должны у нас наступать дорогу, все тихоходки. Ну и, соответственно, те, кто у нас ехает непосредственно на легковых автомобилях, вас это также касается, можно всегда прижаться и пропустить колонну. У меня там полный багажник кружек, который у меня катается влево-вправо, влево-вправо. Звук неприятный. Есть у нас островские безопасности, где можно остановиться, передохнуть. Есть у нас хорошие, красивые остановочные пункты. Санаторий проехали, я даже не буду говорить его название, потому что, когда ты скажешь, там можно просто язык сломать. Вот у нас нашли автобусы, я надеюсь, он сейчас прижмется и пропустит. Да, молодец автобус, прижался, нас пропустил. Огромное ему за это уважение, поблагодарим. И идем с вами дальше. Здесь у нас знак 50 км, но я думаю, что здесь и с большей скоростью вряд ли кто-то сможет взять и пройти этот поворот. Скорость мы скидываем до 40 км в час. Проезжаем на хорошее, красивое название. Каткова щель. Каткова может быть щель, а может Каткова щель, а может Каткова, не знаю. У нас здесь щелей по дороге 6 штук. Сочи город контрастов. Есть у нас и дорогие машины, и дешевые. В общем, все есть. Офигеть, а романтик, да? Идет вдоль дороги по серпантинам. Замучиваешься идти. Тогда уж лучше идти вдоль рельс. Ну вот, смотрите, наконец-то мы с вами. Наконец-то, наконец-то, наконец-то мы с вами. Скоро подъедем у нас. Вот чем нравится дизель, да? Вот мы сейчас взяли спокойно, да? Едем, да? У нас гора, и он все равно все-таки едет. Там 100 км в час, а он все равно едет. Руль, в принципе, у RAV4 довольно-таки острый. Мне в этом отношении нравится. Ну, лично нравится. Бедные кружки, которые там катаются. Еще один на строку безопасности. Конечно, расход топлива на серпантине у нас гораздо выше, чем просто. Потому что глаз-тормоз, газ-тормоз. Ну и вот здесь мы с вами проезжаем очередной поворот. Когда погода пасмурная, даже нет желания у нас расчехлять квадрокоптер. Понимаю, что хочется снимать красоту, а не то, что сейчас по факту есть. У нас есть гаишники, да? Которые сзади спокойно едут. И смотрят, наверное, на тех людей, которые будут там угонять через сплошную линию. Скорее всего, не ради этой цели. Потому что так бы они давно уже включили бы у нас свои мигалки. Ну все, ребят, я думаю, что мы с вами подъехали уже к головинке. Сейчас посмотрим, могу ошибаться. Но я думаю, что мы подъехали наконец с вами. Еще один островок безопасности. Да, у нас больше груз. Сейчас будет нас смотреть, кто же нас не выдержит и обгонит его. По идее, он должен был взять нам всем, заехать на островок безопасности и должен был уступить. Да, догадался. Вот у нас теперь зубовая щель. До Сочи осталось 46 километров. Но головинки еще больше. Что он за маневр делает? Вот вы видели, что он сейчас сделал? Офигеть. И вот из-за этого сейчас гаишника, да, без звуковых сигналов, без ничего, чуть там такая авария не случилась. Развернулся на сплошной линии, просто взял и... Офигеть просто можно. Офигеть. Ну, еще спрашивают, почему гаишники когда-то плохо относятся. А как к ним можно относиться? Взяли, захотели, без предупреждения начали принимать право, потом лево, взяли и начали разворачиваться. Но это бред полностью. Тем более, разворачиваться начали на мосту. На мосту любые маневры у нас запрещены. Вот здесь место, где было бы для большего груза, мог немножко остановиться и могли его обогнать. Но здесь он предпочел немножко по-другому. В общем, давайте едем, не будем ныть. Нытье еще до хорошего никогда не доводило. Осталось 7 километров. Вот, тоже островок был безопасности. Ну, у нас, конечно же, водитель. Я прибыл сейчас, после того, как я проехался у нас с Орска в Сочи, я очень плохо стал относиться у нас к водителям. Особенно к тем водителям, у которых саратовские номера. Те водители, которые у нас вот именно из тех регионов. Вот здесь сейчас тоже, да, у нас опять можно было на сроках безопасности заехать и все. Едет у нас 77-й регион, наверное, с Москвы. Поэтому, видите, как бы он гордо, да, потихонечку, но никому не даст. Никому возьмет, не даст проехать. Видел, как у нас водители, дальнебольщики ехали все там в левом ряду. Самое главное, они, типа, из-за того, что с правой стороны дороги разбиты, поэтому едут по левому ряду. При дорогах, которые, видел, как они там на поворотах выходят на обгоны, я два раза съезжал на встречную обочину, чтобы просто-напросто не получить удар лоб в лоб. В общем, жесть. Опять же, здесь тоже мог остановиться, да, он не остановился, проехал дальше. Но, ребята, если кто-то смотрит из дальнебольщиков, да, ну, имейте вы уважение к другим участникам дорожного движения. Тем более, у нас везде вывески, да, водитель технохода возьми и уступи у нас, уступи дорогу. Для кого это написано? Для чего это написано? Непонятно. Как бы, я считаю, что там, мягко говоря, неуважение от других участников движения. Даже если бы я тихо ехал бы, да, и наслаждался бы музыкой, наслаждался бы пейзажами, даже я взял бы там и принял бы правее, чтобы меня взяли и опередили. Точнее, здесь у нас, так как у нас здесь всего лишь по одной полосе в каждом направлении, соответственно, чтобы меня обогнали. Обгон, да, это у нас выезд в транспортное средство. По полосу. Встречки, встречки, встречки. В общем, потихонечку мы едем теперь со скоростью 20 км в час. Поэтому сам серпантин, он не страшный. Страшнее вот здесь тоже, да, вот еще один был у нас пятачок, чтобы можно было взять и совершить обгоны. Ну, так вот. Поэтому у нас я никуда не тороплюсь. все свои дела сегодняшние успею сделать. Заодно посмотрим, сколько же по времени ехать с головинки. То есть до головинки с Лазаревского. Ну, тоже, смотрите, как на обгон берет. Потихонечку, не спеша. Здесь же и дорогу понятно, надо врать. И на обгон нужно выходить, ну, как бы, раз, и опередел. Все, смотрите, догадался. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...